Чупы случилось в 27-м комплексе рядом со школой номер 28. Виктор Анисимов как раз находился неподалеку. По словам мужчины, раздался грохот, после которого береза упала. Никого не задело ребятишки, шли со школы как раз, и вот грохот упал, разломился. Как раз дождик начался спрятаться, вдруг грохот, что случилось, посмотрел, а здесь лежит. К счастью, ни люди, ни машины не пострадали. Макушка дерева приземлилась в сантиметрах от припаркованных автомобилей. Если же машина получила повреждения, автовладельцу необходимо зафиксировать случившееся на камеру и сообщить в единую диспетчерскую службу 112, советуют юристы. После проведения демонтажа дерева можно будет уже провести оценку ущерба, при этом заблаговременно пригласив собственника земельного участка, либо управляющую компанию, либо представителя администрации города, для того, чтобы оценить размер ущерба. После этого необходимо обратиться с досудебной претензией. В случае отказа добровольного возмещения ущерба, юристы рекомендуют обращаться в суд. Лилия Агатина, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ.